Здравствуйте, меня зовут Никита Васильев. Это мое обращение к общественности как к жертвы пси-террора. Я живу в Санкт-Петербурге, мне 35 лет. Четыре года назад я стал жертвой пси-террора, я стал жертвой нападения с помощью психотронного генератора. И я, как и многие жертвы в интернете, оставляю свое свидетельство, свой рассказ о том, что со мной произошло, для того, чтобы журналисты, для того, чтобы... Вообще это мое обращение к президенту России, к ФСБ, к МВД, к полиции, ко всем журналистам, правозащитникам, ко всем тем, кто хочет расследовать и кто расследует уже сейчас. Психотронные преступления, преступления, связанные с использованием электромагнитного оружия. Я стал жертвой четыре года назад, я еще раз повторюсь. И я собрал очень много информации в интернете, после того, как узнал, что со мной произошло. И сейчас я хочу вам зачитать то, что мне удалось найти, то, что мне удалось проанализировать. Это страшно, это ужасно, быть жертвой психотронного нападения, жертвой пси-террора. Пожалуйста, смотрите видеоотзывы на канале Аллы Петухова в Моском Эко. Это комитет, который защищает людей, которые собирают информацию, пытаются влиять на законы, для того, чтобы законы об оружии изменили, для того, чтобы такие жертвы, как я, могли быть защищены законом. Очень много свидетельств, очень много людей, пострадавших от психотронного оружия в России, очень много смертей, очень много самоубийств. Это большая страшная тема, которую в России никто не хочет затрагивать. Я надеюсь, что у вас найдется смелость, я надеюсь, что вы сможете поднять эту тему, потому что я в своем расследовании собрал, ссылки будут представлены ниже, я собрал очень много доказательств того, что технология существует. Я собрал научные подтверждения, рассказы ученых. Это тема, это оружие, психотронное оружие, секретное оружие, нелетальное оружие. Было открыто еще 25 лет назад, во времена СССР. Очень много ученых работали над всеми этими технологиями. В интернете воспользуйтесь поиском по включенным словам «птистеррор», психотронный генератор, психотронное оружие, гангсталкинг, моббинг, газлайтинг. Очень много информации, очень много информации в моих социальных сетях, в моем аккаунте на Фейсбуке, в моем аккаунте ВКонтакте. И сейчас я хочу прочитать вам свое обращение, то, что мне удалось найти. «Нападение, психотрон, убийство, пытка на контроль и осознание с помощью психотронного оружия в России скрытно подвергаются ученые, позиционеры, журналисты, правозащитники и блогеры. А также, конечно, политики, сотрудники спецслужб, дети, невинные дети, очень много самоубийц среди детей. И, конечно же, все те, кто борется, как я, с чудовищными преступлениями против народа России, потому что психотронный терроризм – это самое ужасное, что может быть, потому что это технология контроля разума, психотронный терроризм используется, чрезвычайно низкие электромагнитные… Это я расскажу только, как работает технология. Чрезвычайно низкие электромагнитные радиоволны, торсионные поля, микроволны, скалярные низкие электромагнитные радиоволны, торсионные поля, микроволны, Скалярные волны, крутильные волны, ультразвук и биоэнергетическое оружие, инфракрасное излучение. Оружие разработано специально для скрытого массового и социального контроля населения, непреодолимых манипуляций и влияния на сознание человека. Научное открытие нелетального облучающего оружия сделано еще в СССР малоизвестной общественности. Теперь в руках психотерапии оно ориентировано на отдельных лиц, группы общин и целых города. Да, с использованием оружия контроля сознания в России происходит массовые бесчеловеческие нарушения Конституции и гражданских основных прав человека. Вот что пишет нейробиолог Василий Ключаев. Он подробно описал возможности психофизического оружия. На последнее тоже подробное описание. Представьте себе на вас на воде спецаппаратуры используя как дистанционно управляемого робота. Оператор пульта управления может видеть на своем экране и слышать в наушниках то, что видите и слышите в этот момент вы. Нейролингвистические модули позволяют операторам подключаться к речевому центру вашего мозга, отдавая приказы и программируя нужные действия. Похожими возможностями обладает и модуль сканирования памяти. Направленное оборудование вызывает у жертв нужные воспоминания, исчитывая всю информацию. Психотронные модули используются для провоцирования сильных ощущений, фобий, панических атак, галлюцинаций, припадков, которые легко доводят человека до самоубийства. В результате он превращается в зомби, который внешне ведет себя как обычный человек и не подозревает, что запрограммирован. В нужный момент он среагирует на ключевую команду тайного руководства и будет действовать в его интересах. Чаще всего зомби получают команду на самоуничтожение, так как в роли безвольных исполнителей обычно выступают носители тех или иных секретов особой важности. И, конечно, мы неспроста после провала КЧП заговорили о явных признаках управляемости в череде последующих самоубийств высших должностных лиц. Еще одно описание технологий, которые наружу способны считать ваш разум, внедрять в ваш разум мысли так, что вы будете считать, что эти мысли ваши. А также формировать чувства и эмоции, включая боль, ненависть и страх. Технологии можно использовать для того, чтобы подключаться к вашему зрительному нерву и к слуховой системе, чтобы видеть и слышать то, что видите и слышите вы. Технология позволяет выбирать в качестве целей конкретного человека с учетом его индивидуального ДНК-резонанса. Эта технология манипулирует электрическими сигналами в мозге и контролирует таким образом мысли, чувства, эмоции и ощущения во всем теле. Она действует заново и по-своему электрифицируя мозг, создавая новые нейронные пути и разрушая старые. Таким образом буквально изменяется то, как человек думает и значит ведет себя. Технологию можно использовать для контроля мышечных движений человека-мишени. С ее помощью можно обладать вашими руками и ногами в то время, как вы будете вести автомобиль и заставить вас нажать на педаль газа или тормоза или произвести поворот. Ее можно использовать для того, чтобы совершить аварию и предотвратить ее. С помощью этой технологии можно также подключиться к зрительному нерву мишени или к его слуховой системе, для того, чтобы те, кто ведет мониторинг человека-мишени, могли видеть то, что он видит и слышать то, что он слышит. Затем эта информация загружается в компьютер и хранится на охраняемых секретных серверах. Это может повторяться день за днем и хранить эти данные до скончания времен. Эта технология может также быть использована для того, чтобы манипулировать эмоциями в мишени, порождать страх, любовь, ненависть. С помощью этой технологии можно проецировать отдельные образы и даже видеоролики внутрь человеческого мозга. Эти образы и фильмы настолько реалистичны, что вы будете думать, буду смотреть кино или наблюдать действительность. Это равносильно трехмерной виртуальной реальности, которая разворачивается внутри разума человека-мишени. Образы и фильмы проявляются так, что если мишени не осознают, что отношения не применяются в технологиях, то они будут считать, будто эти мысли и образы – это естественные мысли и образы, и их естественные образы. Эту технологию можно использовать для того, чтобы вызвать сон или контролировать. Ее можно использовать для контроля циклов фаз и структуры сна, заставить кого-то спать очень глубоко или не спать в офис. С помощью этой технологии человеку можно моментально нарезать фазу быстрого сна, альфа, бета или дельта мозговые волны. А также духовный опыт нужно внушить радость, любовь, покой, то, как человек будет считать их так, что человек будет считать их своими собственными. С помощью этой технологии можно манипулировать сексуальным поведением человека, моментально включить сексуальное возбуждение или моментально полностью подавить сексуальные чувства. Эта технология позволяет манипулировать гормональным обменом мишени, повышая или понижая уровень эстрогена или тестостерона мужчин и женщин. Эту технологию также можно использовать для того, чтобы читать мысли человека в режиме реального времени. У жертв, психи-террор, у жертвы нападения, происходит процедура, которая называется создание искусственного нездоровья. У намеченных жертв достигается скрытым применением широчайшего спектра веществ. Здесь не совсем то. У жертвы создается искусственное нездоровье, нарушается работа органов, жертва может начать выпивать, начать много курить, начать принимать наркотики. Выходят из строя печени, почки, все фильтрующие системы, жертва начинает плохо спать, возникает ужасное расстройство здоровья. Сейчас законодательно этот вопрос поднимается Московским комитетом экологии жилищ. Алла Петуховой, Галиной Лазовицкой из МВД выносятся на обсуждение, потому что необходимо принимать законодательные меры. Уже давно Алла Петухова из комитета Москового МЭКа пытается, со своими единомышленниками пытается, смотрите ссылки, в моем расследовании очень много материалов, все материалы на научные данные. Пытается сдвинуть дело с мертвой точки, пытается внести поправку в закон, но это оружие секретное. И, конечно, хотя министр обороны рассказывал про то, что в России есть такое оружие, и все видеосвидетельства официальных кризис будут в документе с расследованием, вы можете скачать, ознакомиться, посмотреть видео на ютубе. Вот, я еще коротко расскажу про себя. Я ужасно мучаюсь, меня программируют, доводят до самоубийства. Я жертвой стал 4 года назад, последние 3 месяца нахожусь в открытой фазе, когда идет очень сильное воздействие на мою психику, на мой разум, контроль моего сознания. Я распространяю эту информацию для того, чтобы не погибнуть, для того, чтобы не остаться безымянной жертвой. И я хочу, чтобы то, что я рассказал, вы знали, вы распространяли, вы помогали нам, активистам, борцам с психотронным террором, жертвам пситеррора, бороться с этим в рамках всей страны, распространять информацию, писать статьи, исследовать все смерти, все самоубийства. Все, что происходит в России, это очень массово в последнее время. Смотрите весь материал. Я ужасно мучаюсь, мне очень тяжело говорить, мне тяжело сосредоточиться, тяжело собраться, потому что на меня сильное воздействие. В моем видео, которое я записал, выложил на этом же канале, убрали звук, мне не дают распространить это видео, мне не дают размещать комментарии. Вот, в общем, ужасно, ужасно быть жертвой психотрон. Посмотрите мои фотографии в социальных сетях. Я молодой, бодрый, еще год назад, полтора года назад я был веселым, я не знал, что со мной происходит, посмотрите, в кого я превратился. Вот, это ужасно. Я лишен здоровья, я лишен сна, у меня исказились черты лица. Смотрите мои фотографии. Вот мои сыновья любимые. Вот мои фотографии в молодости. Я хочу, чтобы вы нашли моих сыновей, если вы журналист, будете заниматься этим расследованием. Я хочу, чтобы вы нашли моих сыновей, нашли мою супругу, нашли мою мать Татьяну Владимировну из Санкт-Петербурга, моего отца Александра Евгеньевича, мою супругу Анастасию Храпенко, моего сына Данила Никитича, моего младшего сына Елисей Никитича, и рассказали им, что со мной произошло, если вы понимаете, если вы мне поверены. Потому что очень страшно оказаться жертвой психотеррора. Все материалы я представлю под этим видео, чтобы вы могли сами все понять, проверить, исследовать, расследовать, связать воедино и знать, что психотеррор существует, и психотеррор – это реальность, и это ничего нет ужасней. Когда твой ум, когда твое сознание находится в кандалах, все операторы, когда твое сознание контролируется, когда тебя внушают какие-то ужасные мысли, когда тебе не дают общаться, когда тебя оттравят, когда происходит моббинг, когда происходит газлайсинг, когда происходит гангсталкинг, все ключевые слова можно найти в Яндексе, в любой поисковой системе, уже очень много информации, пожалуйста, расследуйте мое дело. Я не хочу исчезнуть где-то в тюрьме, закончить жизнь самоубийством или попасть в психиатрическую клинику. Вот почитайте книжку Роберта Ван Уоррена, посмотрите, чем занимается Роберт Ван Уоррен, о диссидентах и безумии от Советского Союза Леонида Брежнева к Советскому Союзу Владимиру Путина. Рассказано про то, как диссидентов отправляли в психиатрические клиники насильно, и Роберт проводит очень много расследований в России, в Украине, потому что психотронная мафия, владельцы психотронного оружия действуют вместе с карателем психиатрии, они доводят своих жертв в самосшествие, и когда жертва попадает в больницу психиатрическую, то она заявляет, что является жертвой психотеррора, облучаются, голоса в голове, жертва просто закалывают галлоперидолом и по много месяцев держат психиатрические клиники, превращают в овощи, там происходит насилие, условия психиатрических клиник России очень ужасные, это тоже надо проверять, потому что там есть и насилие, потому что там есть устаревшие лекарства, потому что там есть ужасные условия, ужасное питание, люди сидят заперти, это ужасно, и все это необходимо расследовать, и все это необходимо распространять, и всем необходимо это знать, что птицеррор существует, психотронное оружие, это мощный телепат, подключен к психотронному оружию, псиоп, как его называют в интернете, и контролирует сознание, управляет человеком, управляет его движениями, управляет его мыслями, управляет его глазами на последней стадии, вот, разрушается вся жизнь, разрушаются отношения, человек становится неуправляемый самим собой, и это ужасно, потому что это происходит по всей России. Благодарю вас, что выслушали меня, пожалуйста, поверьте мне. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,